Америка. Страна контрастов, в которой возможно все. Вот ведь на днях тут закрыли старейший магазин, который работал непрерывно с 18 века. Расположен раритетный салон в штате Рот-Айленд. Универмаг Грейс Стор был открыт в селе Адамсвиль в 1788 году. В универмаге можно было приобрести продукты питания, предметы антиквариата и различные сувениры. По словам 21-летнего владельца магазина Иона Уэйта, решение о закрытии универмага было для него очень тяжелым. Еще бы, ведь этот бизнес он унаследовал от своего отца, а до этого его вели семь поколений его семьи. В последнее время магазинчик просто не выдерживает конкуренции супермаркетом, который размещен на той же улице. Местные жители восприняли эту новость с грустью. Оно и понятно. Властями Рот-Айленда Грейс Стор официально был назван старейшим магазином Америки. А теперь поговорим о серьезных понятиях. Всемирный христианский совет призвал верующих покупать продукцию у компаний, несущих морально-нравственные ценности. По этому поводу Арканзас устроил показательный манифест здоровой нации. В эти дни у ресторанов быстрого питания Chick-fil-A выстраиваются многотысячные очереди в поддержку традиционных отношений. Люди покупают еду, ну тут все просто. Но цель пришедших показать, мы не одни. Напротив, нас большинство и мы должны самым активным образом объединиться и противостать садомской заразе. Собственно, Chick-fil-A по поводу своей открытой позиции уже испытывают административное давление. По крайней мере в двух штатах. В Бостоне и Чикаго. И все из-за публичной поддержки традиционного брака. Давайте же узнаем, кто поддерживает всемирное движение за здоровую семью. На первой строчке здесь стоит вселенский бренд Walmart. В становлении крупнейшего в мире предприятия розничной торговли семья Ултон использовала модель лидерства в христианском служении. Арканзасские корни руководства помогли Walmart быть чувствительной к потребительским привычкам прихожан церквей. Forever 21. Компания выпускает одежду для молодых женщин, но известно также своим благочестием. Местописание Иоанна 3.16 написано на всех пакетах этой фирмы. Chick-fil-A, собственно, о которых мы уже говорили. Сеть ресторанов быстрого питания известна тем, что религиозные убеждения ее основателей стали частью миссии их бизнеса. Toms of Maine. После основания дела по производству натуральных домашних продуктов, Том Чеппел чуть не оставил его ради христианского служения, но в итоге начал относиться к бизнесу как к служению. Tyson Foods Incorporated. Самая большая в мире компания по производству куриного мяса имеет в своем штате капелланов, которые служат сотрудникам на производстве и в офисах. Хобби-лобби. Художественные салоны, выставляющие известнейших мастеров, не стыдятся своей христианской позиции. В уставе организации написано «Мы строим работу на библейских принципах». Service Master. Крупнейшая американская организация по обслуживанию помещений и территорий была основана в 1929 году. Глава компании Мэрион Уэйд хотел почитать Бога всем, что он делал. Herman Miller. Имя основателя компании по производству мебели. Духовная самодисциплина всегда была основой этого протестанта-реформатора. Interstate Batteries. Руководство гиганта по производству автомобильных аккумуляторов совершенно открыто заявляет о своих религиозных взглядах и свободно говорит о Боге на своих производственных тренингах и собраниях. Inout Burger. Популярная сеть по продаже гамбургеров. Уже 30 лет на своей упаковке размещает цитаты из Библии. Сферы разные, но во всех них есть одно общее. Что же это? Отгадайтесь трех раз. Быть полезными и Богу, и людям. Вот если каждый на своем месте будет исполнять эту заповедь, Царство Божие не за горами.